Всем привет! Вы на канале МАДИ. Сегодня у нас необычный выпуск. Очень актуальная на сегодняшний день тема медицинское страхование в Казахстане. У вас есть проблемы со здоровьем и нет денег на дорогостоящие обследования? Значит, вам просто жизненно необходимо стать участником программы обязательного медицинского страхования. Если за вас медицинскую страховку оплачивает работодатель, это хорошо. А что делать тем, кто работает неофициально? Ведь не секрет, что не все работодатели соблюдают трудовое законодательство. А люди в силу ряда причин не могут устроиться на другую работу. Или, к примеру, вы домохозяйка, вашу семью обеспечивает супруг и вам нет надобности работать. Как застраховать себя самому? Все очень просто. К примеру, я в первых числах января пошла в Халыкбанк и внесла сумму 2125 тенге насчет обязательного медицинского страхования. Из документов мне потребовалось только удостоверение личности. К слову сказать, я была первая, кто самостоятельно оплатил медстраховку. Девушка-кассир какое-то время разбиралась, как вносить сумму и так далее. В течение трех рабочих дней деньги поступили на мой счет и мне был присвоен статус застрахованного. Кстати, сумма 2125 тенге это 5% от месячного зарплатного показателя. Также я была первая, кто потребовал бесплатные УЗИ и анализы на гормоны в поликлинике. Терапевт долго пыталась мне втолковать, что якобы обследование, не входящее в гарантированный объем медицинской помощи, будет доступен лишь с апреля месяца. Но я-то уже точно знала, что с 1 января 2020 года в Казахстане заработала система обязательного медицинского страхования. Одним словом, пришлось настоять, а настаивать я умею. В результате за этот месяц я прошла обследование и не потратила на это ни единого тенге. Уже сегодня вы можете пройти КТ, МРТ, сдать анализы на гормоны и онкомаркеры. Не у всех есть деньги на эти дорогостоящие обследования. От этого запускаются болезни и порой бывает слишком поздно что-либо исправить. Я намерена платить за себя медицинскую страховку аккуратно и ежемесячно. Если понадобится, в рамках гарантированного объема медицинской помощи в системе СМС, то есть обязательного социального медицинского страхования, я как застрахованная имею право не только на дорогостоящие обследования, но и на госпитализацию и даже в частные медицинские центры. А вот за кого государство оплачивает взносы. Это дети, студенты, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, пенсионеры, неработающие, беременные женщины, многодетные матери, мамы в декрете, зарегистрированные безработные, инвалиды и люди, ухаживающие за инвалидами, воспитанники интернатов, неработающие оралманы и лица, находящиеся в заключении и в изоляторах. Если вы входите в одну из 13 перечисленных выше категорий, уже сегодня вы имеете право на бесплатное лечение и обследование. Как узнать свой статус? Я скачала в плеймаркете приложение Дому Мед. Там при регистрации надо ввести свой номер телефона ИИН и отправить фотоудостоверение личности. Работники вашей поликлиники подтвердят, что вы их пациент и вам на телефон придет номер для активации. Теперь в этом приложении вы можете не только проверить статус застрахованности, но и вызвать врача на дом или записаться на прием. Также теперь у вас под рукой результаты анализов, которые очень просто заскринить и, к примеру, отправить по WhatsApp. Это приложение своего рода личный кабинет, где есть почти все, что есть в компьютере у вашего участкового терапевта. Приходят уведомления о ваших записях к врачу и так далее. Такая напоминашка в наше суматошное время очень кстати. Друзья, будьте здоровы! А если все же что-то пошло не так, идите в поликлинику, проходите обследование, вовремя лечитесь, живите качественно. Никогда не унывайте и точно знайте, что завтра будет лучше, чем вчера. Будьте добрее, улыбайтесь чаще, и тогда чаще улыбнется вам. Любите близких и себя тоже, ведь ваша жизнь и ваше здоровье это самое ценное, что есть у вас, а все остальное потом. Задумайтесь только. Друзья, товарищи, сограждане, давайте будем получать то, что дает нам государство в полном объеме. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Узнали сами? Поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, ставьте лайк, ведь вам совсем не сложно, а мне будет приятно. Всем спасибо за внимание, мира и добра вашему дому. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok